К другим темам. Режим ЧАЭС, введенный после стихии в Алматы, сохранится до конца недели. Более того, в городе и области сохраняется угроза селевых сходов. Об этом снова предупреждают сотрудники ЧАЭС. Тем временем жители пострадавших районов жалуются на тошнотворный запах. Грязевые потоки во время стихии затопили септики, содержимое которых вылилось наружу и растеклось по руслу реки. Как это может отразиться на здоровье людей? И какие еще проблемы обнажила природная стихия? Талгата Мангельды постоянно следит за развитием событий в зоне подтопления. Как утверждают жители поселка Карагайлы, люди, чьи дома расположены выше вдоль русла этой реки, сливают свои органические отходы прямо в воду. Порой из-за этого в поселке стоит невыносимый запах. Люди просто вынуждены ходить в марлевых повязках. Огромные потоки воды и грязи в день трагедии заполнили не только дома. Переполненные септики начали выливаться наружу. Отходы и фекалии потекли прямо в реку. До стихии эта проблема не стояла так остро. Но теперь, когда даже воздух насыщен тошнотворным запахом, терпению сельчан пришел конец. Если они не будут услышаны, люди готовы обращаться к вышестоящей инстанции в Астану. Сейчас она вся полностью загажена. Все дома, которые стоят возле речки, в основном все, все сливает, все мусор, все отходы органические и животного производства, все сливается, выкидывается в речку. Бывает так, что мы дома сидим, отсюда запах идет. Пока люди своими силами пытаются очистить реку, коммунальщики отчитались о том, что наладили работу водозабора, который пострадал в результате селя. В Новорсбайском районе, наконец, возобновили подачу холодной воды. Но не все горожане довольны ее качеством. Воду нам вчера дали, грязную. Невозможно для употребления ни руки помыть, ни лицо помыть. Единственное, что полить огород где-то что-то, если осталось, цветочки где-то полить. Употреблять эту воду нельзя. По словам специалистов, на данный момент вода непригодна для питья из-за высокой концентрации мутности. Проблема в том, что река поменяла русло. И сейчас, соответственно, то русло реки, которое было обложено камнями, сейчас его уже нет. И русло реки проходит по, ну, скажем, рядом глина. Эксперты связывают эти проблемы с поведением реки. Мутность в ней спадет, и вода станет пригодной для питья. Между тем, специалисты о проблеме септиков в этом регионе знают. Для того, чтобы ее решить, потребуется время. Район только недавно присоединили к городу. А пока жителям придется самим бороться с этой проблемой и не снимать повязок, чтобы не ухудшить и так подшатнувшееся здоровье.